Успеваемость ребенка – это ответственность учителя. Президентом России Владимиром Путином поставлена национальная задача – вывести образование в стране в ТОП-10. Для этого необходимо улучшать качественные показатели, например, результаты государственной аттестации, что во многом зависит от педагога и его профессионального мастерства. Ранее учителя повышали квалификацию раз в три года. Сейчас же появилась возможность не откладывать ликбез в долгий ящик. Школьные программы быстро меняются, поэтому учителям важно идти в ногу со временем. Потребность в неформальном и информальном повышении квалификации достаточно высока. Педагоги сегодня очень стремятся развиваться, поскольку задачи ставятся их работодателями очень сложные – воспитывать детей, образовывать, получать результаты, получать результаты высокие на государственной аттестации. Поэтому педагоги посещают наш центр. Те, кому необходимо на сегодняшний момент это и возможность есть у всех педагогов. В Самарской области порядка 40 тысяч учителей. Каждый может получить необходимую поддержку. Как онлайн, так и при личной встрече. Здесь проводят лекции, тренинги, круглые столы и мастер-классы. Центр оснащен современной техникой. Приняли во внимание научные и психологические подходы. Судя по которым, лучшее усвоение новой информации проходит в спокойной и уютной обстановке – за чашкой чая. Каборкинг-кабинет разделили на несколько тематических зон – для чаепития, работы на компьютерах и командного мозгового штурма. Большинство аудиторий в центре мобильны, готовы к проведению абсолютно разных мероприятий. Лекторий также может трансформироваться. Здесь мебель такая, что она легкая, динамичная и можно перестроить пространство для того, чтобы после лекции вполне организовать горизонтальное обучение равное и равное, например, в формате аквариума. Новые возможности для педагогов открывает федеральный проект «Учителя будущего», который реализуется в Самаре. Для каждого педагога подготовлена индивидуальная программа прокачки, которая подтягивает нужные конкретно ему области знания. Нужно войти в десятку стран-лидеров. Это значит, мы должны совершить рывок. А это каким образом можно достичь? Только осуществляя индивидуальный подход. Каждый учитель должен понять, в чем у него есть пробелы, где его резерв и должен этот скачок личный совершить. Сейчас занятия в центре посещают порядка 200 педагогов. Работает он ежедневно. Подать заявку на участие в проекте может как сам учитель, так и его руководитель. Исходя из данных, успеваемости учеников по электронной системе контроля АСУ РСО. Мария Левина, Василий Кладошов. События.